МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот такие времена настали. Вот такие вот. Как крыльца. Любимая, нелюбимая работа позади. Снова проходим через парк, чтобы дать себе физическую разгрузку. Сегодня будем еще и скакалку подключать. А тут у нас сегодня что-то необычное. Что-то тут людей столпилось много. Вон там люди, форма какая-то, скорая. Лыжники. Лыжники. Ну да, логично. Здесь все-таки тропа тренировочная для лыжников. Я что, сегодня господин этого места? Я здесь король? Я владыка? Я повелитель? Похоже, что да. По крайней мере, никого больше претендентов я не вижу. Опачки, мальчику, давай. Дарю. Так, навыки со скакалкой у меня не очень. Даже не знаю, сколько за раз смогу выдержать. Но сейчас это вспомним и проверим. Дальше у нас по плану вот еще чуть-чуть закончить тренировку. Это скорее так, размяться после работы. Потому что, заметьте, что когда вы потренируетесь, хотя бы в своем темпе, хотя бы умеренно, но после какой-то даже тяжелой работы, которая утомила и мозги, и тело, вы приобретаете совсем другое состояние. Без тренировки, приходя домой, ты как будто сразу готов уже повалиться на пол на диван и отключиться. После тренировки, хотя бы своей, любительской, на улице, даже небольшой, 10 минут, 20 минут, 30 минут, кому как угодно, совсем другое состояние. Ты словно регенерируешься, словно мозги заново начали работать. На самом деле, причины логичны вполне. Кровь гоняется активнее по телу, соответственно, и кислород ко всем частям тела, ко всем органам притекает быстрее. Шлак выводится, все обновляется, весь организм обновляется. Из-за этого и думается легче, и ощущение легче. Хотя, казалось бы, вроде напрягался, вроде выматывал себя. Но нет, по факту, рестарт дня нажал. Хотел еще, кстати, с вами, друзья, поделиться обалденным фильмом, на мой взгляд. Просто суперский. И этот фильм называется «Спартак». Но, вроде как, есть и новый фильм «Спартак», но я говорю про старый. Про 1960 года. Фильм «Спартак». Если вкратце, то сюжет про человека, который уже рожден для того, чтобы быть в рабстве. Трудится до потери пульса на криминоломье. Но его забирают по итогу в другой вид рабства. В гладиаторы. Учить, точнее, в гладиаторы. Но по итогу он делает все, чтобы добиться, наконец-то, своей свободы. В общем, это если вообще минимально просто описать сюжет фильма. В общем, человек, идущий к своей свободе. Ну, вот, собственно, почему этот фильм теперь занимает особое место, по крайней мере, у меня в душе, это... Да потому что в нем все те самые лучшие темы, которые я видел в своих самых любимых фильмах. Вот, опять же, таких, как «Храброе сердце», только возведенные в абсолют. То есть, скажем так, фильм «Храброе сердце», как по мне, это как сокращенный пересказ Спартака. Ну, точнее, в его упрощенной форме. В то время как в «Спартаке» раскрывается абсолютно та же тема, только она еще обширнее, она еще больше. И фильм идет три часа. Вот. Вот. И плюс еще для меня большой сюрприз. Я смотрел, в принципе, не один, ну, достаточное количество старых фильмов. И старым фильмам часто свойственна излишняя где-то театральность. Ну, то есть, в наше время, если смотреть, кажется, что вот, старые фильмы, они где-то их тяжеловато смотреть, не так современно, понятно, все дела. Но Спартак на фоне многих явно выделяется. В нем, как и шикарная актерская игра, шикарный сценарий, нет каких-то, скажем так, избыточных театральных моментов. То есть, там прям зрелое, мощное, сильное, продуманное кино. Его рекомендую от души. Но это действительно стоит того. То есть, если смотреть на этот фильм не просто как на какой-то такой исторический кусок чего-то произошедшего. Если смотреть на это как на призму реальной жизни нашей здесь сейчас, то можно увидеть какие-то подсказки на извечные вопросы по этой жизни. То есть, цена свобода, цена свободной жизни. Имеется в виду даже не только рабство такое, где нас кнутами бьют, на цепь сажают. Да нет, даже в современном мире многое можно воспринимать как рабство. В зависимости от всяких дешевых развлечений, постоянных там соцсетей, невозможности выбраться с нелюбимой работы. Вот, например, как у меня. Многие вещи можно воспринимать как рабство, просто скрытого формата. Но, тем не менее, они действительно забирают нашу жизнь. Вот, если смотреть на такие мощные фильмы, как на призму, сатиру, на нашу жизнь здесь и сейчас, то действительно можно найти большие подсказки. Очень большие, как можно все это исправить. Вот, банально, одна из лучших фраз, которая мне запомнилась после просмотра Спартака, это «Все хотят свободы, но не каждый готов умирать за свободу». И это говорит о многом. Это говорит о многом. То есть, опять же, если все рассмотреть как призму на обычную жизнь, то ты понимаешь то, что мало просто хотеть быть счастливым. За счастье нужно бороться, нужно постоянно преодолевать ту же лень, те же дешевые соблазны, там, куриво, алкоголь, развлечения, которые ведут нас в никуда. Нужно преодолевать эти соблазны, то есть, создавать самому вот эту жизнь. И за что я вот отдельно люблю кино, ведь все-таки это кредо, которое я себе выбрал по жизни, я хочу сам снимать кино. За что у меня повышенный интерес к нему, так это за то, что хорошее кино, грамотное кино, профессионально сделанное кино, оно как возможность пережить чей-то настоящий опыт. То есть, порой бывает, если просто прочитать какую-то строчку вдохновляющую, ну, и это порой может оказать сильное влияние, но все-таки. Просто прочитать вдохновляющий текст бывает недостаточно для того, чтобы полностью проникнуться, в то время как хорошо переданный фильм, хорошо снятый фильм, он воспринимается как реальный жизненный опыт. То есть, когда мы смотрим кино, мы же наслаждаемся всем, и актерской игрой, и музыкой, и за счет всего этого мы можем погрузиться, влиться в историю и, скажем так, ассоциировать себя с главными героями. Мы можем себя представить на их месте, потому что мы как будто смотрим эту историю своими глазами, то есть находимся внутри ее. И из-за этого хорошее кино, действительно настоящее кино, способно нам за короткий промежуток времени, то бишь за, скажем, часа два, иногда три, передать нам опыт нескольких лет или даже целых чужих жизней, что мощно, что мощно. То есть, порой, да, если хаотично, безвкусно смотреть все подряд, смотреть кино просто как чтобы убить время, то ничего хорошего в этом не будет. Там, в принципе, от многих занятий ничего хорошего в таком случае не будет. Но если смотреть кино, скажем так, редко, но метко, ну может даже не редко, но опять же метко, то есть смотреть его от души, смотреть его с живым подходом, то да, кино на самом деле может сэкономить целые годы, потраченные впустую, за счет того, что мы можем перенимать опыт. Пускай даже написанных, не искусственных героев, но главное, что у нас в голове они становятся настоящими. Вот за это отдельный респект кинематографу, моим любимым фильмам, и поэтому еще раз повторюсь, что «Спартак» это просто нечто.